Шетландские пони Шетландские пони Ручки у пони будут такие, какие ему вы сможете привить. И уделять воспитанию вашего питомца следует много времени, чтобы впоследствии иметь рядом надежного друга. Мастей они бывают самых разных. Масти это окраска волосевного покрова лошади. А сейчас перед вами Тимоти. Ей 13 лет. Она караковой мастер. Мы можем тоже Тимоти предложить тыкву на вкус. Ну и Тимоти тоже не очень, по-моему, доверчиво относится. И не очень, видимо, понимает, что с этим делать. Но Тимоти показывает, что для нее это все-таки не очень знакомо. И не очень этому доверяет. Мы тогда благодарим Тимоти и ее ВВЧК, Винокурову Лизу. И еще одна очень красивая и распространенная порода пони, которую мы вам представим, это уэльские пони. Она также выведена при скрещивании с арабской породой. Но имеет с ней намного больше общего. Уэльские пони выглядят практически как арабские лошади в миниатюре. У них более тонкая конституция, в отличие от коренастых шетлендов и араба-пони. Длинная и тонкая шея, маленькая аккуратная голова со слегка вогнутым профилем, который является отличительной чертой всех арабских лошадей. Так называемый щучий профиль. И сейчас перед вами уэльский пони по кличке Труфальдина. И ему 5 лет. Этот пони еще не работает с письмей, так как является жеребцом и уже имеет потоп. Нет, к тыкве он вообще никак не относится. Его больше тянет поиграть, подемонстрировать свои умения и, конечно же, красоту. И мы благодарим Труфальдина и ВВЧК Ольгу Изотову. Ну а помимо пони в детском спорте очень распространены лошади пони класса. В эту категорию попадают все лошади до 150 сантиметров в холке. В нашем зоопарке мы стараемся отдавать предпочтение таким лошадям в связи с большим количеством маленьких посетителей. А лошади такого роста чаще всего встречаются среди местных аборигенных пород. И вот одна из представительниц. Это лошадь башкирской породы по кличке Айджамал. Ее высота в холке 145 сантиметров. Ей 8 лет. Айджамал имеет очень интересную масть. И, правильнее будет сказать, сочетает в себе несколько отмазков. Название масти звучит как чубара пегая. Но на самом деле в окрасе скрывается гораздо больше. Бегую лошадь мы сегодня уже... У Айджамала присутствуют белые пятна, которые позволяют назвать ее бегой. Но кроме этого, есть маленькие пятнышки у нее на крупе, которые являются признаком чубары масти. И основной окрас также имеет примесь белых волос, который называется чалость. Это видно в основном на ее шее. Все эти масти существуют по отдельности. Лошади бывают чалы, пеги и чубары. Но Айджамал сочетает в себе все эти отмазки. И Айджамал, кстати, тыкла очень. Пришлась по вкусу. Прям даже очень пришлась по вкусу. Мы благодарим Айджамалу и ее учика Иванову Ксении. По мазяму, похоронен еще и пока не он. Python сочетается за субтитры. Айджамал у меня. Пfilrew to the Homобильниво. Заня 봐.